Здесь уже проводятся операции? Нет, пока сейчас готовимся к операциям новых здесь. Здесь будет... Это наша гибридно-операционная с ангиографической стойкой. Здесь мы проводим операции по... Планируем в ближайшее время, наверное, уже в ноябре месяце, приедут нас аппликаторы для того, чтобы здесь проводить операции, связанные с химомбилизацией, химиоабляцией, ангиографическими исследованиями. А что это такое? Ну, чтобы было понятно. Чтобы это понятно, это тоже, так скажем, менее малокромное оперативное вмешательство, которое обеспечивает... Лечение заключается в том, что мы через сосуды подводим к опухоли, подходим к опухоли непосредственно, и блокируем либо питание, блокируем к этой опухоли, чтобы она больше не развивалась, либо же непосредственно в раковую опухоль вливаем туда химиепрепараты и потом ставим заглушку для того, чтобы максимальная концентрация лекарственного препарата находилась в опухоли, она не уничтожала опухоль, и заглушка, она что делает в кровеносном сосуде? Она прекращает подпитку этой опухоли, опухоль начинает сама сморщиваться, то есть сама себя убивает душу. Вот весь этот процесс называется химиоэмболизация, химиоэмбляция, это очень такое перспективное направление, к сожалению, только делают крупные федеральные центры. У нас, в нашем ДФО и в Сибири, вредной тем по существу никто не занимается этим. Если делают это единичные случаи, мы хотим это буквально в смысле в ноябре месяца это уже внедрить. Активно идешь с подбором. Специалисты есть, которые смогут работать здесь спешно? К сожалению, таких вот именно специалистов, чтобы заниматься химиоэмболизацией, на данном этапе у нас здесь нет. Но есть специалисты, которых мы можем привлечь сюда, внешних совместителей, и плюс пригласить на рабочее место специалистов с крупных центров федеральных, чтобы они уже провели мастер-класс. На следующий год мы планируем отправить на учебу специалиста по интервенционной рентген-эндоваскулярной хирургии для того, чтобы он прошел 4-месячное обучение и потом в дальнейшем к нам приехал уже работать. Есть такой план у нас. Это вот то самое, о чем говорил губернатор, да? Мы привлекаем сюда специалистов, выдаем какие-то подъемные, обеспечиваем им жилье. То есть это та самая программа? Это та же самая программа, но у нас подъемная, она не только для деток специалистов, она для всех специалистов, которые к нам приезжают. У нас, кстати, вот эти все 12 специалистов, которые к нам приехали, они по существу все под этой программой находятся. Это только за лето. А если за год брать, ну порядка 20 человек, около 22 докторов только к нам вот к диспансерам пришли работать. 22 человека. При том, что лишь только покинулись стены, ну наверно один доктор. Можете рассказать про вот эту технику подробнее? Вот что это за аппарат, например? Ну нет, это наркозный аппарат, обычный наркозный аппарат. Здесь видите все на консолях, то есть нет техники, которая стояла бы на полу, да? Здесь все предназначено, скажем так, вся аппаратная техника, она расположается на определенных полках, чтобы было удобно ее перемещать, да? Доктору, чтобы он ее владеет. Тут же мониторы существуют, существует определенный здесь пульт, пультовой интерфейс, все здесь располагается. Это для удобства, это наркозный аппарат. Вот этот большой монитор, но, к сожалению, он не включен, на нем свой интерфейс тоже существует, да? Последством которого он может обозначать те или иные позиции, необходимые для него. Экран разделить там на две части, да? На четыре части разделить, где-то укрупнить кадр, где-то его увеличить для того, чтобы лучше рассмотреть. Вот эти вот лампы, они специфические в чем? Это, как называемые, бестеневые лампы. Видите, что происходит подо мной? У меня, во-первых, не нагревается голова, а находясь здесь, под моей зоной уходит свет, и свет распределяется на другие датчики световые. А подо мной нет никакой зоны теплового облучения для моей головы. Я могу спокойно под лампой этой находиться, она мне вообще не будет ни нагревать ничего. Там, посмотрите, это качество, классно. Это вообще камера. Эта лампа у нас с камерой. Ага, то есть на мониторе можно видеть, что происходит на операционном столе, да? Конечно. У нас мало того, что на операционном столе, у нас эти все сведения скидываются... У нас посредством этих камер мы можем проводить телемедицинские консультации, мы можем скидывать их в соседние операционные для того, чтобы доктор мог проконсультировать, что происходит в этом операционном поле, и дать должную консультацию. У нас такие установки стоят у всех операционных. Посредством этих установок не только идет видеообщение, но есть... Могут же прикрепить микрофон, да, и он может просто микрофоном еще общаться с коллегами. Причем изображение может... Не только изображение может перекидываться от того, что он хочет показать поле, да? А если мы делаем для параскопической, допустим, операцию, там же не вид на операционном поле, туда оставляются те самые проводники. Там же, грубо говоря, там же находятся маленькие мониторы, посредством которого на экране высвечивается то изображение, которое внутри располагается, вот это довольно скрывает. На экране появляется, и он может доктор видеть у себя на экране и передать соседу, скажем, о операционном. Здорово. Вот это вот у нас многофункциональные столы, так называемые столы трансформер, операционные. И трудовство в чем заключается? Он не просто лежит по цене. Мы можем его, посредством, скажем, имеющихся здесь приспособлений, поднять ногу, руку, приложить. Видите, здесь можно руку приложить, он может. Можно подголовник поднять. Здесь можно видеть, что части все раскладываются. Можно нижнюю часть половины толщи опустить, можно ее поднять. Можно даже здесь ногу сделать так, чтобы одна нога была более возвышенно положена, другая в более нижнем положении. Вот штуки, это называется, у нас сам ЦТУГА, ангиографическая стойка. Такие есть в областной больнице, но у нас, и у нас тоже она появилась. Ну, посредством этого аппарата, конечно, мы можем проводить и называем такие эндоваскулярные рентгеноперации. Посредством вот этой вот ЦТУГА. То есть получается, что выходит ЦТУГА, стол размещается под ней, понятно, да? И все манипуляции, которые происходят у нас, мы видим на экране. Посредством геновских лучей, да? Вот в ближайшем будущем ожидаем. Мы, конечно же, об этом сообщим всем, покажем даже, по-любому, покажем что-то, когда мы сделали. Это будет, ну, давайте тоже, первая ласточка в этой области. Мы стремимся к этому. Видите, сейчас стерилизация идет, а не замывая. Уникальная смесь и в чем? Станина стоит, простая, да? Стола нет? Нет. Где стол? Не знаю, убранная. Стол? Нет. Ага, выехали уже отсюда, да? Выеехали. Значит, что получается? Стол? Вот, 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 у нас. Берем с этой ручкой. Вы же видели, там станина стоит? Угу. Она сюда подводится под эту станину. Под столчикчик сюда, да? Угу. Потом есть там пункт отрубленный. Отжимается стол, укладываете на этот стол. Потом, так называемый, каталочка съезжает, с нее отвозишь ее. Ну, то есть это облегчает труд врача, собственно, он не таскает. Почему так делается? Вот сюда подвозится книжка. Ну, когда он, скажем, до операции, конечно же, он может сам переползнуть сюда на этот стол и дальше он его откатывает сюда и вставляет штанину. А когда он после операции под наркозом, чтобы его не перекладывать каждый раз, так же потом берет этот каталочка, закрепляется, снимается стол со станины. И что происходит? Мы его укладываем и укладываем. Ну, вот так вот с пациентом. Вот так вот подставили. Подводится под его тело. Нет, он сам просто перекладывается. А? И потом... Я потом... Вот так вот сюда... А потом ленту здесь. Угу. В это же время под станина подводится, под стол подводится с другой стороны каталочка, и перекладывается туда. Всё. Санитарочка вливается и влаживает в сторону. Для работы, для доктора. Его подвод. Смотрите, это вот вся зона. Видите? Вот. Вот. Это зона стерильности. Доктор наколки – зона стерильности. Угу. Существует потоп, идет поточность определенная. Она всегда стерильная. И здесь работа, видите? Чувствуете, какой оборот идет в воздухе? Угу. Здесь получается чистая зона. Она затягивается и уходит туда в грязную зону. Понятно, да? То есть, за красной линейкой, вот так грубо говоря, менее стерильная. Здесь, это стерильная зона. И поточность, ламинарные, так называемые, потоки идут. Они разделяются. Чистый поток, как грязный. Вот идут они постоянно стерильные здесь потоки. Вот я вам говорю об интерфейсе, да? Это, так называемый поток-интерфейс, посредством которого можно общаться. Угу. Здесь выстраиваются определенные моменты. Можно работать. Мы, конечно, пока еще не дошли до такого уровня. Пока. Давайте, скажем, мы сначала к этому. Этот поток по-своему. Это уже будет в ближайшее время. Второй уже этап для того, чтобы могли уже общаться между собой. Может быть, с отдельными учреждениями, да? Региона. Для того, чтобы могли проконструктировать что-то там. Или же на баллете. То есть прямо в ходе операции это будет? Конечно. Конечно. Либо же там договариваемся, там, уважаемый Петр Ильич, посидите, пожалуйста, в это время. Да. Мы хотим посмотреть, как мы правильно делать, неправильно. Ну, там же сидит. Так. Леша, ну-ка давай сделай вот так вот так. В таком контексте будет общение лучше. Здорово. Плюс у нас есть внизу конференц-зал, где все это выведено. У нас есть зона конференц-зал, где также у нас установлены мониторы. И можно там проводить мастер-классы. Потому что все здесь не могут себе находиться. У доктора будут в конференц-зале сидеть. У свечки выставляется монитор, где все операционное поле, посредством установленных камер, да? Потому что все, видите, вон камера. Да? Угу. Все это камеры, они будут обставлять, то обстановку будут предоставлять. Они будут следить, наслеживать. Сколько приспособлений для того, чтобы доктор мог себя подстроить под себя. Угу. Угу. Условия для всех, сами понимаете, конечно, весь медицинский персонал, который здесь находится, и их большие просторные помещения. Уголовный комфорт может быть для сотрудников прежде всего. Угу. Продолжение следует. Какая природа. Все это левого отношения. Какая природа. Вот несколько. Потому что в этом году здесь сообщается